Наталья Гусак с нами на связи из города Днепр. Наталья, приветствуем вас. Пожалуйста, от вас последние новости, последняя информация касательно попадания ракеты в жилой дом. Пожалуйста. С самого утра люди подкрадавших домов приходят, собственно, к домам, чтобы забрать хоть какие-то вещи, чтобы можно было посмотреть последствия этих ракетных ударов. И люди, с которыми мы пообщались, говорят, что вообще по очень счастливой случайности многих вчера вечером в момент попадания ракеты, собственно, не было дома. Одни просто уехали с детьми погулять, другие вышли пройтись в магазин. Потому на самом деле, вот сейчас уже известно, более чем 20 пострадавших. Если бы все эти люди вчера вечером оставались дома, пострадавших могло быть намного больше. Поэтому здесь на самом деле счастливая случайность. К огромному сожалению, полночи, почти до трех утра спасатели под завалами искали третьего ребенка. Девочку нашли около половины третьего утра. К сожалению, из-за попадания российской ракеты девочка не выжила. Поэтому последствия разрушения на самом деле здесь просто ужасающие. Некоторых квартир просто не осталось. И люди пытаются вынести хоть какие-то уцелевшие вещи, которые еще могут здесь забрать. Я предлагаю послушать, что нам рассказали местные жители и городской голова этого населения. По сути, нам рассказали, что практически ничего не уцелело. А местные власти уже сейчас подсчитали, что два жилых двухэтажных дома практически полностью разрушены. Еще пять разрушены частично. В домах просто выбиты окна, в домах нет крыш. И сейчас уже начинаются работы по ликвидации этих последствий здесь. Да, я предлагаю послушать, о чем нам рассказали здесь люди. А это одна квартира на первом этаже, это мой сын. И одно или ничего не осталось. А я вот тут тоже. В квартире все убито. Там все разбито. Здесь продолжает работать штаб по ликвидации последствий. Люди принимают заявления, принимают, описывают, собственно, те ущербы. Вот ущерб, который нанесла российская ракетная атака. Мы продолжаем работать здесь, на месте. И обо всех событиях, которые, обо всех новых сновостях, которые будем узнавать здесь. Наталья, вам огромное спасибо. Спасибо. Сразу же нашим зрителям поясним, что в городе Днепр находится Наталья Гусак, наша корреспондентка. Город Днепр. Там попадание российской ракеты в жилой дом, вследствие чего пострадали 22 человека от российской ракеты. В том числе пять детей, еще один ребенок, двухлетняя девочка погибла. Ее тело достали из-под завалов этим утром. Несмотря на то, что видно, что связь плохая, сразу очень четко можно понять, работы сейчас ведутся максимально быстро, чтобы попытаться спасти как можно больше жизней. Но что самое важное стоит отметить, результат попадания российской ракеты в жилой дом вы видели. Наталья Гусак, наша корреспондентка, это все в прямом эфире вам показала. Давай озвучим, что Наталья продолжит работать в Днепропетровской области, где как раз и произошло сегодня ночью попадание. Ближе к вечеру будет ее материал.